Друзья, добрый день! Ко мне очень много поступает вопросов по поводу моего питания, что происходит, что происходит после того, как я отказался от сахара. Дело в том, что я к своему питанию отношусь таким образом, что я себе поставил долгосрочные цели и постепенно, постепенно к ним двигаюсь. Здесь ключевое слово – постепенно. Я 4 года назад отказался от кофеина. Я в прошлый раз в пост писал, многие неправильно поняли, не просто от черного шоколада и кофе, я отказался от кофеина. То есть я не пью, не употребляю кофеин в черном шоколаде, я не пью черный кофе с кофеином, я не пью черный чай с кофеином. Но это не так, что прям супер-супер. Ну, шоколад и кофе, да, я практически не применяю. Но чай, когда в гостях, если налью черный чай, что здесь делаешь, иногда выпью. А так, в обычной жизни я пью вот такой чай, Рой Буш, в нем нет кофеина, это чай с Южной Африки, и он делается из кустарника. Поэтому Рой Буш – это не чай, в нем нет кофеина. Вот обычно вместо чая я пью его. Теперь, что произошло после того, как я отказался от сахара? Я с 1 марта отказался от сахара, от выпечки, от белого хлеба и так далее. Дело в том, что хлеб я, в принципе, белый хлеб уже последние 3 года, наверное, ем. Очень-очень редко, может быть, в 3 месяца или в 2 месяца один раз. Черный хлеб ем иногда. Но вот с 1 марта я решил вообще белый хлеб исключить полностью, выпечку исключить, все, что касается мучного, полностью исключил. Также исключил жареную картошку, также исключил белый сахар и любые сладкие продукты, в которых есть сахар. Что за это произошло? За это время я потерял 4 килограмма уже, можно сказать, за 2 месяца я потерял 4 килограмма. При этом особо ничего не делал, диеты специально какое-то не держал. Вот это просто обычное мое питание. Ну, разве что начал чаще ходить, по 15 тысяч, потому что готовлюсь к восхождению на базовый лагерь Эвереста. Теперь вот я хотел бы показать на конкретном примере, на своем завтраке, как я обычно завтракаю. Первое, каждое утро я всегда начинаю с большого стакана, 1,5, обычно 1,5-2 стакана пью сельдереевый огуречный сок. Здесь 70% огуречного сока и 30% сельдереевого сока. То есть, в обычной соковыжималке сельдерей и огурцы. Это очень классный сок, очень помогает пищеварению. Чувствуешь себя очень легко после этого сока, он немного слабительный, поэтому просто классный сок, мне он реально очень нравится. Дальше, во время того, когда я пью сок, я пью сразу БАДы. Для этого я пью БАДы Squalene, это Marine Health. Это хороший БАД, он применяется в целом для омоложения, для антиоксидантов, насыщения кислородом и так далее. Я пью БАДы точкопоры, это БАД для укрепления суставов, чтобы не болели колени, плечи и так далее. Особенно перед восхождением я его пью специально. Обязательно пью витамин D3, большая доза, пятитысячная, одну штуку. Пью каротин плюс, это для зрения, потому что с годами зрение садится, тем более я много работаю на компьютере. Я пью каротин плюс, это Marine Health поставляет классный БАД. Ну и пью витамин D3, тоже Marine Health, классный БАД, очень хороший. Он применяется тоже для антиоксидантов, омоложения и так далее. Вот я пью БАДы, БАДы я пью с этим зеленым соком. Значит, что обычно входит? Ну вот здесь у меня хлеб, ржаной хлеб, он безглютеновый. Я, как я сказал, его ем мало. Но когда я ем хлеб, я обязательно ем вот такое масло, масло ГХИ, говорят. Ну на самом деле это простое аульное топленое масло. Очень полезное. Далее, обычный мой завтрак, вот такая яичница, это она больше похожа на шахшуку израильскую, когда очень много овощей и буквально одно яйцо. Там два яйца я даже не ем, одно яйцо мне достаточно, но очень много овощей. И обязательно стараюсь есть вот такой шикарный казахский жирный казы. Вот на завтрак, это очень классно. Вот это мой основной завтрак. Иногда я ем вот такой йогурт. Смотрите, еще хотел подчеркнуть, здесь абсолютно нет рекламы. Я никого не рекламирую, я показываю реально те вещи, которые я кушаю. Вот я ем с института питания Турагильда Шарманова, он начал выпускать вот такие йогурты. Детский, очень классный йогурт, без сахара. Я ем вот такой йогурт. Далее я применяю вот такое молоко, это молоко Алмонт, то есть оно сделано растительным молоком на основе этого выжатой орехи. Вот сюда наливаю это молоко. Я применяю оливковое масло, бальзамик, причем хорошее оливковое масло, бальзамик. И когда я ем гречневую кашу, я утром обычно обязательно его заливаю тыквенным маслом. Гречневая каша самая лучшая, это с тыквенным маслом. И тыквенное масло очень полезно, особенно для мужчин, для простаты, для зрения, ну для всего. Очень полезное масло. Дальше я ем этот завтрак. После того, как я поел этот завтрак, я перехожу к чаю. Чай, как я сказал, Рой Буш вместе с этим молоком, ореховым молоком. И дальше сладости. Сладости вот такое, это просто сушеные яблоки. Это недавно я рассказывал про эту компанию, которая делает. Это просто сушеные яблоки. А вот это сушеная черешня. Вот сушеная черешня. Дальше я ем казахский жент. И вот такие казахские сладости на основе творога, сыворотки. Но это сделано не с сахаром, а с заменителем сахара, эритрит. Я использую эритрит. Самый лучший подсластитель или заменитель сахара, это эритрит, либо стевия. Они растительного происхождения, они не перевариваются в организме, они имеют нулевую калорию и не участвуют в метаболизме и, соответственно, не подбрасывают инсулин, уровень инсулина в крови. Вот, в принципе, и весь мой завтрак и мой рацион питания. Так что напишите в комментариях, как питаетесь вы, как вы завтракаете. В целом, если говорить про весь дневной рацион, то обычно на обед я ем какое-нибудь первое, жидкое. И где-то часа через два – второе. То есть я первое, второе сразу не ем. Я ем первое, потом иду отдыхать полчаса, и часа через два ем второе. И где-то обед я заканчиваю в четыре часа. И после этого я практически не кушаю. Вечером я могу только съесть, может быть, одну баночку йогурта. А так, в принципе, я не ужинаю. У меня так, что двухразовое питание, или можно сказать, трехразовое питание завтрак, потом обед, где я кушаю первое, обед, где я кушаю второе через два часа. И на этом все. Вот это мой рацион питания. Напишите, как питаетесь вы. Мне интересно посмотреть и почитать ваши комментарии. Ну, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, шеринги и так далее. Кому как удобно. Надеюсь, это видео было для вас полезно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok